92 объекта первичной медико-санитарной помощи построят в Карагандинской области в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения. Накануне заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов посетил Карагандинскую область. В рамках встречи обсуждали кадровые вопросы оснащения медтехникой и говорили о необходимости ремонтов действующих объектов здравоохранения. Подробности расскажет Антон Александров. Проект модернизации сельского здравоохранения затронет действующие центральные больницы Белхаша и Тимиртау. Там произведут капитальный ремонт и оснастят новым медоборудованием. Это будут УЗИ-аппараты экспертного класса, КТ, МРТ, спецтехника для операционных и реанимации. Для улучшения материально-технической базы организации здравоохранения до 2025 года из республиканского бюджета будет направлено 18,2 миллиарда тенге. Зачастую в районах нет оборудования, ни компьютерного томографа нет, ни УЗИ-аппарата нет. Если даже есть, они устарели. Либо МРТ. Все едут в город. Опять-таки нагрузка на вас, на городские больницы. Либо едут в Астану. Вот сейчас эта больница детская за работой, и здесь все жители региона, они будут лечиться здесь. Алтай Кульгинов осмотрел многопрофильную детскую больницу, которую много лет не могли достроить в Караганде. Здесь же побеседовал с врачами и выслушал отчеты чиновников. Так в Карагандинской области в скором времени появится новый перинатальный центр. Всего их по стране планируют возвести 13. В планах также построить еще университетскую клинику. Модернизация сельского здравоохранения. У нас вошло 92 объекта, 11 врачебных амбулаторий, 34 ФАП, 47 медпунктов. Это позволит нам снизить износ всех зданий на 24,3%. Актуальной для региона является проблема дефицита врачей. На сегодня не хватает 66 специалистов. Это терапевты, педиатры, акушеры, гинекологи, эфтезиатры, онкологи и врачи других квалификаций. Для решения этой проблемы при содействии Министерства здравоохранения в прошлом году были трудоустроены 156 молодых врачей, 39 из них в селах. В рамках государственного образовательного заказа выделено 182 гранта по востребованным специальностям. В этом году Акиматом Карагандинской области рассматривается вопрос обеспечения социальной поддержки медработников, направленных для работы в сельскую местность. Им будут выделяться подъемные от 1,5 до 5 миллионов тенге. У нас высокая изношенность по всей стране медоборудования, свыше 50-60%. И кроме того, мы через фонд Хазахстан-Халхна оснащаем 16 онкоцентров линейными ускорителями. Показали заместителю премьер-министра и как идет возведение пристройки операционно-реанимационного блока на территории многопрофильной больницы номер 3 в Караганде. Это будет четырехэтажное здание общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров. Разместить здесь планируют 8 операционных залов, 16 реанимационных коек, аптеку и стерилизационное отделение.